Сбор спальников, рожи костра и завтрак из котелка. Сегодняшний день для многих школьников начался в непривычной обстановке. В палаточный лагерь Большой Кичмай ребята заехали накануне вечером, но впечатлений уже набрались. Мне всё очень понравилось. Было столько эмоций. Ели пищу на костре, готовили, кололи дрова. Ночь в палатке тоже была очень хорошая. Сразу все устали, уснули. Тут ещё и дискотека понравилась мне очень. Даже не думал, что будет на природе дискотека. График занятий в лагере расписан по часам. Подъём в 7 утра, отбой в 11 вечера. Программа лагеря включает не только посиделки у костра и дискотеки, но и познавательно-развлекательные занятия. Каждый день разные мастер-классы и тренинги. Так ребята моделируют костюмы из газет, учат танцевальные движения и поют песни. Сочи, Сочи, город олимпийский, всех своим радушным покорит. Если есть вершины, будут и рекорды, пусть для них открыт. Пока одни разучивают гимн дня, другие готовят обед. Постигать язык кулинарного мастерства на костре девочкам помогают взрослые. А вот секретом выживания и ловкости ребят учат настоящие профессионалы – спасатели службы МЧС. Именно они обеспечивают безопасность школьников во время похода на 33 водопада и страхуют на скалодроме. Уроки по туртехнике меняются каждую смену. Диана Вязанкина, например, в палаточном лагере уже с июня, но искусственную вершину покорила впервые. Я первый раз залезла на скалодром, но страшно, помогают мне, подсказывают, как держать, как что. Кстати, всё туристическое оборудование в лагере было закуплено краем. В прошлом году по программе модернизации общего образования в сочинские школы были доставлены палатки, спальные мешки и другое необходимое снаряжение для похода на сумму более 7 миллионов рублей. Муниципалитет полностью выделил деньги на организацию этого лагеря, закупил дополнительное оборудование, шатры, скалодром. И дети сегодня заняты по полной программе. Впервые такой опыт у города Сочи за последние десятилетия и замечательный пример палаточного лагеря, я думаю, надо сделать традицией. Заявки от желающих отдохнуть в палаточном лагере принимались в каждой школе. Организаторы туристической поездки надеются, что и в будущем году поправить своё здоровье и обрести навыки жизни в походных условиях смогут ещё больше школьников. В настоящих походных условиях ребята проведут 4 дня. Именно столько длится одна смена. Всего их 5, и это уже последний поток. Так что этим летом на природе уже активно отдохнули чуть более 2000 сочинских школьников.